Всем привет, с вами канал Будда Гришна, значит довольно много новостей, вот три дня я не снимал и вы знаете, первое, что самое для меня интересное попалось на глаза, данные о россиянах будут принудительно передавать властям Вот что пишут, в Госдуму внесен законопроект, предусматривающий возложение новых обязанностей на финансовые компании пишут ведомости, в частности они должны будут принудительно передавать данные россиянах из числа своих клиентов властям в первую очередь в федеральную налоговую службу Главная причина составления законопроекта, как указывается, стремление привести национальное законодательство в соответствии с нормами организации экономического сотрудничества и развития одного из наиболее авторитетных межгосударственных образований, членом которого Россия не является Вы знаете прекрасно, что в последнее время у нас тренд идет на то, что национальное законодательство значит ставится выше международного, а здесь почему-то вдруг значит именно международное законодательство ставится не то, что выше, но наше национальное законодательство, российское, пытается привести в соответствии с нормами некой организации экономического сотрудничества и развития, членами которой мы даже не являемся, да, Россия не является Не секрет, что налоговая уже очень давно, это был просто подарок, это была сказка для налоговой чтобы можно было просто получать информацию про всех и отовсюду Я имею ввиду банки в первую очередь, но у нас существует тайна связи, у нас существует банковская тайна, у нас существует налоговая тайна у нас существует тайна частной жизни, это все демократические институты, которые призваны, что называется, дать человеку возможность дать человеку понять, что он, значит, заработал денежные средства, положил в банк и никто не имеет права, кроме как там по решению суда узнавать, спрашивать, сколько он положил, куда он положил, как он распоряжается своими денежными средствами это его собственность То же самое касается тайной связи, человек передает какую-то информацию, человек с кем-то разговаривает, человек с кем-то взаимодействует и никто, кроме как по решению суда, не может, что называется, получать какие-то данные о переговорах человека То же самое касается налоговой тайны значит, гражданин должен уплатить определенные налоги и, соответственно, он подает декларацию и там отражает все, соответственно, после этого уплачивает налоги, те, которые ему будут рассчитаны и так далее то есть, сумму налога А сейчас ситуация кардинальным образом изменилась Главным образом, значит, налоговая, просто мечта налоговой исполнилась Но, в принципе, это было предсказуемо, мы об этом говорили довольно давно Почему? Потому что премьер-министр Мишустин, он бывший глава налоговой У него, в принципе, такой тренд на цифровизацию и так далее Поэтому на данный момент времени можно говорить, что налоговой банковской тайны практически нет Почему? Потому что налоговая может в абсолютно таком режиме по полному взаимодействию с Центробанком обмениваться информацией значит, по налоговым делам Центробанк, в свою очередь, передает информацию в налоговую Но в данном случае речь идет о другом Значит, финансовые организации принудительно обязывают передавать данные у россиянок из числа своих клиентов властям Понимаете, что это означает? Это означает, что если вы клиент какого-то банка Если это означает, что вы, что называется, там положили какую-то денежку на счет Ну, не знаю, там, квартиру продали или еще что-то сделали То, соответственно, банк обязан передать информацию о вас И обо всех других клиентах в налоговую То есть, понимаете, налоговая, это становится таким органом А налоговая раньше, она была ограничена То есть, нужно было идти в суд Нужно было идти добиваться решения суда После решения суда можно было уже что-то делать Но и без решения суда, конечно, в налоговой были определенного рода инструменты Блокировка счета там, значит, по решению налогового органа и так далее Но, тем не менее, это все нужно было запрашивать в банки Это нужно было составлять запрос, отправлять в банк Банк должен был рассмотреть Для сравнения скажу, что в развитых других государствах мира Банк вообще может отказать на основе того, что есть демократические институты Что называется, да И банк может вообще целую судебную тяжбу организовать С налоговой службой, исходя из того, что налоговая требует, например, раскрыть Какие-то счета клиента, которые не заподоржены в каких-то там правонарушениях Или еще чем-то Просто вот в данном случае налоговый орган превращается в некий такой мощнейший инструмент Сбора информации о финансах каждого гражданина То есть так или иначе, если вы как-то контактируете с банком Ну а если вам денежные средства нужно перевезти куда-либо, вы все равно будете контактировать с банком Да, если только вы налички будете перевозить, а так вам все равно любые там от рубля до бесконечности В любом случае, если вы контактируете с банком То на данный момент времени получается, что финансовая организация, иными словами банк В обязательном порядке передает данные по вашим финансам налоговым органам И дальше уже налоговые органы могут задавать вам любые вопросы Объяснить происхождение денежных средств Откуда у вас деньги? Плюс ко всему вот эти все электронные реестры, цифровые реестры Где указывается там соотношение доходов, расходов Ну, к примеру, вы работаете, получаете 20 тысяч рублей И тут вдруг у вас открывается счет, и вы кладете на него там, не знаю, условно говоря, 5 миллионов Но явно несоответствие, откуда вы их взяли? Налоговая может сразу... Раньше бы налоговая об этом и не узнала Вы с банком эти взаимоотношения, да? Банк это финансовая организация, которая зарабатывает деньги Условно говоря, вы размещаете, банк инвестирует их куда-то, еще что-то Банк зарабатывает на этом А сейчас получается, что налоговая сразу в курсе Банк обязан передать информацию о том, что вы сделали, о том, что вы положили деньги в банк, да? Налоговая И налоговая имеет полное право сразу вас тягануть, спросить Вы деньги положили, откуда взяли, например, да? Если будет какое-то сомнение, еще что-то, откуда вы их взяли Вы будете объяснять, что вот, например, не знаю, там, родители вам помогли, не знаю, продали какую-то свою недвижимость И помогли вам на приобретение, например, квартиры Ну, к примеру, вот, если это брать как пример Соответственно, нужно будет, наверное, предоставать какие-то документы на продажу той квартиры То есть, понимаете, вопрос заключается не в том, что это катастрофически плохо, да? В целом это, там, профилактика правонарушений и так далее Но, вы понимаете, когда говорят о том, что, там, вот, смотришь новости Из России вывезли столько-то денег Из нашей страны вывезли столько-то денег А ток капитала такой Вы понимаете, пока над каждым счетом будет сидеть прокурор, условно говоря, да? То ни один человек, который имеет деньги, я имею в виду, в таком объеме Чтобы можно было инвестировать их в экономику страны Никогда их сюда не переведет Потому что он их будет хранить в том банке, который будет гарантировать безопасность денежных средств И в тех банках, в тех, в банках тех государств, где законодательство гарантирует Что, значит, эти денежные средства будут в сохранности В том числе и от государственных органов Поэтому это все понятно Это все понятно, что вот этот тренд на все как на ладони Все как на ладони, все переводы, все абсолютно Но у меня тогда просто вопрос Может быть тогда все это не называется уже демократическими институтами Но потому что это немножко другое С моей точки зрения И я не то, что, вы знаете, считаю, что у нас у людей столько денег, что они будут прятать миллионы Но в целом я думаю, что это не очень правильно Потому что все-таки тайны связи налоговой и тайной банковской тайны Они должны в демократическом обществе существовать И давать возможность налоговикам ощущать полную абсолютно всевластие Вот полную власть вообще над всем Я имею в виду не просто они могут теперь, например, да А банки обязаны им передать информацию Вот в чем вопрос Я считаю, что это большая ошибка Потому что Ну вы прекрасно знаете, кто сталкивался, например, с налоговиками Вы прекрасно понимаете, так сказать, что это и как это Друзья, пишите просто ваши комментарии С вами был Будда Гришна Подписывайтесь на канал Подписывайтесь на мой инстаграм Будда Гришна, нижнее подчеркивание, единичка Скоро там будут прямые эфиры Прямые эфиры будут только в инстаграм Поэтому прошу, кто хочет Так сказать, не стесняйтесь, не теряйтесь Находите Будда Гришна Нижнее подчеркивание, единичка Три российских флажка рядом с Будда Гришна Это мой инстаграм Всем пока, до встречи